Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённые в СССР» в студии. Я ее ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 127-72-78. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru. Название этого музыкального ансамбля состоит из двух весьма примечательных слов. Первое – акапелла. Это вокальная музыка без сопровождения инструментов. Второе – Сокартвелла. Оригинальное название Грузии и то, как ее называют сами грузины. Сочетание этих слов породило уникальный коллектив, цель которого – донести до современных ценителей музыки все богатство и разнообразие грузинского многоголосного пения. Итак, группа акапелла Сокартвелла. Сегодня в студии программы «Рождённые в СССР». «Рождённые в СССР» 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 И вот собрали всех и поддержали ребята, и решили вот что-то более такое здоровое, мощное что-то сделать. Вот сегодня здоровое и мощное нам сегодня предстоит еще услышать, друзья мои. Я думаю, что уже после первого номера понятно, что никто от экранов не уйдет далеко. А если кто, не дай бог, отошел, то вернется и пожалеет о том, что смотрел не сначала нашу программу. Давайте поподробнее расскажу вам о коллективе визитной карточки, потом вернемся. Уникальный музыкальный коллектив группы грузинского многоголосия Акапелла Сокартвелла создан в 2015 году композитором и музыкантом, основателем творческого объединения «Реверанс» в Грузии, экс-солистом трио «Серенада» Томазом Чаладзе. В состав ансамбля входят профессиональные певцы и инструменталисты, участники государственного академического ансамбля песни и танца Кутаиси, церковного хора при московском храме святого великомученика Георгия Победоносца, ансамбли «Имерети», «Алило», «Баграти», «Арера». Ансамбль активно выступает на концертных площадках Москвы, в монастырях и храмах, гастролирует по России, принимает участие в различных фестивалях. В репертуар группы входят песни разных регионов Грузии. Особое место занимает древнее церковное песнопение. Помимо этого, хор грузинского многоголосия Акапелла Сокартвелла исполняет грузинские многоголосные романсы, относящиеся к лирическому городскому народному творчеству. Также в репертуаре коллектива представлены тбилисский городской фольклор, кинтаури, хиты грузинской, русской и зарубежной эстрады, а также попури из знаменитых советских и зарубежных песен. Музыканты Акапелла Сокартвелла пропагандируют в своем творчестве любовь и дружбу между народами. Ну, может быть, в чистом виде пропаганды как таковой нет, но когда вот эти замечательные мужчины начинают петь вдруг русский романс, то ты понимаешь, насколько ты един духом, культурой, кровью, вот теми вибрациями, которые я лично ощущаю. Надеюсь, что и вы тоже. 127-72-78 номер нашего телефона. Быть может, вы сегодня вспомните какие-то свои любимые грузинские или не грузинские песни. И, я не знаю, мы не будем, конечно, превращать сегодня нашу встречу в концерт по заявкам, но, тем не менее, мне кажется, коллектив настолько богат репертуаром своим, вот даже по визитной карточке я понял, что это ведь самые разные вещи вы поете, да? И романсы, и грузинское старинное многоголосье, да? И церковную вещь мы уже слышали, и эстрадные вещи поются, и вещи, которые сопровождают музыкальные инструменты. Поэтому нас сегодня ждет удивительный вечер 127-72-78. Ну, и по традиции, в начале программы наши гости о чем-то спрашивают зрителей, задают какой-то вопрос, желательно связанный с прошлой жизнью, с ностальгией каким-то образом. Нико, давай тебе слово. Да, Володя, вот вы сказали как раз, что у нас представлены и старинные песнопения, но насколько старинные? Вообще, когда Грузия приняла христианство в 4 веке нашей эры, вся культура грузинская, она немножко переформатировалась именно в сторону христианскую. Настолько всем сердцем и душой искренне уверовали в Господа нашего Иисуса Христа все грузины, что все, что было связано с другой эпохой, это все было культурой, все было переформативно. И грузинский гений грузинского народа именно особо развился и особо вот был представлен вот как раз через 6 веков, где-то вот в 10-11 веках уже в полифонической духовной музыке, которая в нескольких регионах Грузии была особо представлена. Вот такой вопрос, вот дорогие телезрители наши, скажите, пожалуйста, в каких странах в 10-11 веках многоголосная грузинская духовная музыка была представлена и развивалась? Именно в 10-11 веках? Да, да, да. Ну, слушайте, серьезный вопрос. Взрослый такой задает вопрос, взрослый мужчина задает взрослый вопрос. Слушайте, ну, может быть, и сейчас эта музыка звучит в всех странах, мне кажется. Если я правильно имею в виду то, о чем ты спрашиваешь зрителей, потому что я могу немножко подсказать сейчас. Я недавно был, не буду говорить место, где я был, но на настыре назывался Иверский. Вот там звучит такая музыка, мне кажется, и поныне. Вот а где, в каких странах, вы уже можете сами ответить, 127, 72, 78. Вопрос сложный, Нико вам адресует, я имею в виду длинный, большой, поэтому наш редактор сейчас укомплектует ее в понятные титры, и тогда уже вам будет легко ответить на него. 127, 72, 78. Ну, и знаменитые грузинские песни, как я уже просил вначале, музыку грузинскую вспоминаем сегодня, раз такие прославленные грузины у меня в гостях. Ну что, что следующее? Какая вещь? Следующая песня? Походная? Да, я хочу маленькое вступление. Грузины пели во всех случаях жизни, конечно, за столом, конечно же, во время церковной службы, пели во время путешествия, пели во время труда, когда было большое горе, тоже пели тогда, чтобы поднять свой дух. И вот следующее песню, мы предоставим ваше внимание, песня походная, «Гзаврули» называется, когда путешествовали наши предки верхом, чтобы им было легко преодолеть этот большой путь. То есть нам здесь коней просто не хватает, да, для полного наполнения этой песни сейчас? Ну, как бы чувствуем. Ну, вы почти все двух сидите. Как бы все длины. Да. Ну, поехали тогда, если походная. Ну, поехали тогда. Ну, поехали тогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Группа Копылоса Картвелла в гостях у меня сегодня в прямом эфире. Можно присаживаться опять в седла. Раз у нас походная была песня, снова оседлаем коня нашего, я чувствовал себя просто наездником, пока пелась эта песня. Прямой эфир 127-72-78. Не случайно было сказано, что грузины по-прежнему поют активно в любом месте, неважно, за столом это происходит. Мне кажется, у нас это все меньше. Раньше, вот садясь за столом мы обязательно пели какие-то песни, и мне кажется, и старый млад знал эти песни. А в Грузии традиция продолжена сегодня, да? Конечно. То есть обязательно вот это полипоническое, многоголосное пение, оно присутствует, да? Потому что душа поет. Ну да, особенно под хорошее вино грузинское она поет, да? Да, душа часто. То есть каждый человек в Грузии обладает слухом или необязательно музыкальным? Ну я думаю, что большинство. Если не обладаешь, то отойди от стола, да, пока поет. Ну и слушает хорошо. Слушает хорошо. Да, я аплодирую. Это тоже умение, это тоже большое умение. Тоже талант. Вы в настоящее время живете в Москве, да, я так понимаю, все? Не в Тбилиси, не в Грузии, правильно? Да. И выступаете в основном в России, да? Ну вот через какое-то время Наталья здесь появится, ваш директор, мы с ней тоже поговорим подробно. Она знает всю эту историю, в том числе историю создания коллектива и о том, какая будет насыщенная гастрольная жизнь у коллектива. Ко мне грузины часто достаточно приходят в гости. Те, кто не приходят в гости, то те общаются по скайпу со мной. Один из последних грузин, общающихся по скайпу. Давайте увидим его и услышим прямо сейчас. Вы все его хорошо знаете. Потом вернемся. Тополя, Тополя, город мой влюбленные. Ну это наша жизнь, потому что мы почти десять с лишним лет работали вместе. Тогда жили в таких пятисортных гостиницах, автобусы не отапливались. Было много переездов, но были счастливы. Очень маленькие ставки были тогда. Значит, самая высокая ставка вокально-инструментом ассамбле была 10 рублей 50 копеек. Мы получали 1060. И были счастливы. Группа Капала Сокартрелла в гостях у меня сегодня, которой, конечно, не нужно представлять Бубу Кикабидзе или Вахтанга Кикабидзе, который недавно был гостем нашей программы. Я думаю, вы знакомы, да? Я думаю, вы общались, вы коллеги, человек глубоко уважаемый не только в Грузии, но и во всем мире, да? Человек высочайшего таланта, мелодичности необыкновенной. Приходилось пересекаться с ним, Томас? Мне лично нет. Не было, да, возможности? Вот Нодар, он... В арене. В арене работают, да? Да, он поет. В арене, конечно, с нами, Бубу Кикабидзе, на кастроли, честно. Мы работали в Минске, в принципе, в многих местах. Концерты с песней Араны, Самоцветовым. То есть самые разные коллективы, да? Не только Аррера. А вы работали в ансамбле Аррера и продолжаете работать, да? Да, сейчас работают. Аррера тоже был у меня не так давно, об этом мы тоже поговорим. 127-72-78 номер нашего телефона. Подключайтесь к нам, дорогие друзья. Я обещал, что самая разная музыка будет звучать сегодня в исполнении группы Акапелла Сокартвелла. В том числе я проговорился и про русские романсы. Действительно поете русские романсы? Русский романс это уникальный такой получается синтез грузинской души, который уже еще более, так сказать, по-своему преображает русский романс. Поэтому очень много русских романсов, которые на сердце ложатся и на душу именно грузинам, поэтому с огромной радостью, с любовью они исполняются. То есть сейчас с огромной радостью, с любовью и про любовь, видимо, да? Вот мы упомянули несколько минут назад ансамбль Арера, вот там как раз в Ахтанке Кабидзе на Нанне Бригадзе мы все начали петь. Как вы все знаете, Нанне Бригадзе считается одним из самых популярнейших исполнительных русских романсов до сих пор. Ну и один знаменитый снегопад чего стоит, который не метим ни на косе. Королева романса. Королева романса, конечно. Пела она у нас тоже блистательно. Мы тоже, к сожалению, можем пока только по скайпу общаться. Я все жду те времена, когда мы сможем наконец-таки приезжать друг к другу, когда закончатся все эти беды, которые, кстати, в Грузии тоже серьезно сегодня, да? Вот с нами встречались мы, в Питере. Много раз мы встречались там. Когда она в Санкт-Петербург приезжала, да, с концертами? И в Москве, когда она, в Москву когда приезжала. Так получилось, что мы выступали, и она тоже там в этом же концерте. Но у меня сегодня не королева романса на Нанне Бригадзе, а короли. Поэтому в вашем исполнении можно исполнить какой-то русский романс? Да. Обработка Дмитрия Джавахидзе, очень талантливый такой хормейстер, который приезжал сюда и поработал с нами пару месяцев. И так восстановили этот романс три дня назад. Немножко... А, совсем свежая история, да? Да, да, свежая история. И сейчас постараемся спеть это. Так что строго отнесусь. Давайте примки работать. Грузинским раскладом голосов. Грузинским раскладом голосов. Грузинским раскладом голосов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Арера все-таки продолжала выступление, потому что основа Ареры, то этих салисов, которые к нам всегда было многоголосие, пение в голосах, кварцет. Этот квартет традиционно идет. Сейчас уже шестое поколение квартета. У нас не только чисто грузинская программа. Мы поем на 22 языках. И для нас не было разницы, это грузинская. Если хорошая песня, которая вот прямо тронула на наше сердце, мы это полюбили. И по сей день, допустим, вот Аполли находится в репертуаре нашего ансамбля. И также грузинские, также европейские, американские. Я думаю, что и тополя, и европейские, и американские, и русские песни в репертуаре Акапеллоса Картвелла находятся, либо будут находиться. Тополя находятся в вашем интервью? Конечно. Куда без них, да? Это тоже одна из визитных карточек, мне кажется, уже на сегодняшний день. Сегодня, правда, вот я смотрю, в репертуаре нет тополей? Сегодня нет. В попури, может быть, там, хоть какой-то кусочек, не знаю. Слушайте, пока мы с вами наслаждались ансамбля Боррера, к нам присоединилась красавица-девушка, ваш директор Наталья, да? Да, да. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, я так понимаю, украшение этого коллектива, правильно? Ну, я считаю, что я дополнение, и мое личное мнение, что, как у нас принято говорить, бездарности пробьются сами, а талантливым людям нужно помогать. Это великолепный, потрясающий, талантливый ансамбль. Вы сейчас сами все увидели и услышали, мне это доказывать не нужно. Я очень рада, что работаю и познакомилась с этим коллективом. Сначала с художественным руководителем, с Томазом. У нас сейчас очень много планов. Как познакомились? Где познакомились? Насколько вас впечатлило, когда вы впервые их услышали, мне интересно? Я вообще услышала, честно, на празднике города в Москве, то есть они выступали в Сокольниках. А я человек такой коммуникабельный, соответственно, я не могла сдержаться, мало того, что я 9 лет в Грузии прожила. А, то есть для вас Грузия не чужая страна тоже? Нет, она не чужая, она моя родная, и это будет уже до конца дней моих. Я очень люблю Грузию, очень люблю все, что с ней связано, особенно многоголосие. Это вообще что-то, как говорят, душа с душой говорит, это вот из этой серии. И поэтому, как только я услышала, я зашла за кулисы, я все-таки в творческой среде работаю и прорвалась, договорилась о встрече, и мы начали вместе сотрудничать. И я считаю, что это какое-то проведение, это не просто так, просто так ничего не случается. И я все, что могу, все, что в моих силах и более того, мы, в общем, вместе у нас очень много, я еще раз повторяю, планов, вот, гастролей. И звонят мне сейчас напрямую, вот, буквально только перед тем, как к вам ехать. Звонили, договаривались, ну, в связи с тем, что сейчас временно, вы знаете эту ситуацию, на апрель месяц уже вот когда, 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 давайте, вот, приезжайте к нам. То есть график составляется, мы общаемся на эту тему, и, в общем, куда нас приглашают, мы везде ходим, на телевидение в том числе, не первый раз, в общем-то, мы в программе. Вот, поэтому я очень рада и счастлива работать с таким прекрасным коллективом. Ну, то, что коллектив уникальный, действительно, рассказывать много не надо, достаточно послушать. И первой песни было уже достаточно, чтобы понять, что эту программу люди будут смотреть до конца, с замиранием сердца, даже не обязательно звонить, просто лишь бы они пели. Больше никаких разговоров, в принципе, не надо, я вот с этого и начал тоже нашу программу. Вас-то что впечатлило больше всего из их репертуара? Вы знаете... Что вас затрагивает особенным образом? Ну, конечно, вот недавно у меня был день рождения, я скажу, выступали в клубе, в одном, не знаю, можно говорить или нет, называть его клуб, да, «Гнездо глухаря», в общем-то, это был премьерный такой концерт. И ребята вот посвятили песню Тбилиссону, потому что я прожила в Тбилиси, на каком бы языке ни исполнялось, естественно, грузинском это вот все для меня близко, понятно, и всегда слезы наворачиваются, потому что это мое детство, моя юность, вот. И я вот действительно, ностальгия настоящая, я думаю, что у многих зрителей, кто был в Грузии, да, кто жил в Грузии, скучают, и вот коллектив, когда выступают, не отпускают со сцены, всегда бис-бис-бис, вот. Ну, в общем, я не обманываю ребят, правильно? Ну, судя по тому, как они вас слушают с замиранием сердца, мне кажется, во-первых, им, а, приятно, а, б, конечно, Тбилису, это вообще визитная карточка, мне кажется, ансамбля, да, и сегодня для вас специально, по вашей заявке она очередной раз прозвучит, ну, давайте в финале программы это сделаем, чтобы завершить нашу программу красиво, а заодно заинтриговать и задержать наших зрителей, которым по какой-то причине пора пол-одиннадцатого спать, а из лирических песен что вам нравится? Ну, вы знаете, из лирических песен могу сказать, что и, в общем-то, и романсы для меня, как для женщины, в первую очередь, конечно, играют большую роль, вот, ну, так как, еще раз говорю, пение, вот, духовное пение, вот, и я человек тоже православный, и это меня трогает мое сердце, и когда я слушаю, и особенно в храме это определенная атмосфера и акустика, то есть это, конечно, как бы, эффект еще больше, еще сильнее эмоционально тебя это трогает, то есть вообще люблю все, на самом деле, потому что я не могу вот так вот быть, вот это я не очень, а вот это вот, все, что делают ребята, они делают талантливо, причем они очень многогранные, они могут и с инструментами, и без инструментов, и даже бывают такие моменты, когда просто душа поет, вот, и вот Бесо, он прям в пляс спускается, и тогда просто зрители... — Да, и... — Да, это просто здесь не развернуться, да? — Да, либо Тимур, он тоже может, я знаю, вот это сделать... — То есть Бесо, Тимур, если что, если мы подвинем инструменты, сейчас здесь зажгут просто... — Да, это очень красиво, и это неожиданно, но это правда, когда сидишь в зале, как зритель, хочется поддержать, и вот, собственно, это такое единение зала и ансамбля. Вы начали говорить про особую атмосферу духовной музыки. Мне кажется, Нико задал очень сложный зрителям вопрос. Как вам думается? Есть какая-то подсказка хотя бы на эту тему, чтобы наших зрителей подтолкнуть к ответу? Где звучит уникальное полифоническое грузинское многоголосие? В каких странах? Он обозначил X-XI век, что зрители, мне кажется, замерли на этих цифрах, понимая, что сложно будет ответить на эту тему. Я думаю, что даже если хотя бы одну ответит правильно, то мы примем этот ответ. Люди православные должны знать, на каких службах, в каких храмах, в каких местах звучит знаменитое грузинское полифоническое-многоголосное пение. Да, но тут вопрос более конкретный. Сейчас еще подчеркну вопрос. Больше заключается в том, в каких странах школы грузинского многоголосия были представлены как раз в 10-11 годах. В период времени, да? Да, вот даже так. Еще сложнее стало, мне кажется. В каких странах школы были представлены. Но это зрителям сложно ответить на этот вопрос. Но попытайтесь. Мне просто кажется, если вы назовете те... Даже я вам скажу, что до сих пор в некоторых, опять же, в древних монастырях некоторых стран хранятся уникальные, уникальные абсолютно рукописи этих песнопений, которые до сих пор не расшифрованы. И, к сожалению, туда грузин не допускают. А, вот даже так, да? Ну, такая есть несправедливость небольшая. А что-то из духовной музыки сегодня прозвучит еще? Ну, да. Можно, можно. Ну, давайте попробуем прямо сейчас, сделаем нам подарок еще один. Меняете за местами, да? Да. Это будет прозвучить одна из древнейших... То есть, эта история, эта песнопения, она где-то тоже зародилась где-то в 9 веке. Это песня Пресвятой Богородицы. Ты еси лаза истинная, Шенхар Винахи. Ага, слушаем. Сочинена была грузинским царем. Ага. Давайте слушаем. С замиранием сердца. Шенхар Винахи. Шенхар Винахи. Шенхар Винахи. Шенхар Винахи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте слушать удовольствие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не будем торопиться Не будем опережать события Это грузинская гармошка Да, то есть грузинская гармошка Тоже сегодня звучит Конечно Мы будем ждать 127-72-78 Ну и шестиструнная гитара Мне кажется уже стала традиционной Была раньше традиционная Семиструнная гитара А потом она захватила Как раз всех Европейскую большую часть Почему-то перешли Она может быть проще Но семиструнная гитара В аккомпанементе с грузинским романсом Потрясающе тоже звучит Она дает особенный колорит То есть я заметил Альт, да, присутствует скрипка Гитара Одно из основных таких Причем таких ненавязчивых звучаний инструментальных Которые вот только лишь Ближе к человеческому голосу Да, лишь дополняет голос Делает его созвучным Дает такую краску вашему уникальному голосу А голос действительно уникальный Поскольку вот именно Грузинская многоголосная песня Пение является просто достоянием Международного искусства И ЮНЕСКО бережно охраняется Да, да И всем, кто может вообще И кто ценит, я думаю, обязательно Будут посещать концерты группы Акапелоса-Картвела Вот Наталья, директор, говорила об этом В ближайшее время в Москве ничего не планируется Да, Наталья? Девятого декабря Девятого декабря в каком зале? Будет в клубе Гнездо Гухаря В Гнезде Гухаря, да То есть девятого декабря в Гнездо Гухаря Да еще, если верно ответите на вопрос Который сейчас режиссер титрами даст То это будет вообще прекрасно То я Наталью просто попрошу Чтобы она обязательно организовала билеты Для тех, кто хочет пойти И насладиться не мини-концертом Как у нас сегодня здесь происходит А большим серьезным концертом Девятого декабря 127, 72, 78 Следующая песня какая у нас звучит? Лали Лали, следующая песня Это песня о любви к родине В этой песне поется О красоте нашей родины О героических предках И в этой же песне Есть обращение Покровителям Грузии Георгию Победоносову И Богам Матери Слова здесь такие Давайте слушайте Георгию Победоносову 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»